Агрорадио Умкой. А с собаками, как говорится, на стадион запрошено на хоккейный. Но, как говорится, я считаю, что Умка это не собака. Умка это член семьи. Настоящий член семьи, большой дружной семьи Александра Григоровича Лукашенко. Не, ну главное что, мы же все помним, что иногда недо законов. Поэтому в случае с Лукашенко законы не работают. Какие могут быть ему предъявы по поводу этой Умки? Да и вообще, дорогие друзья, сколько там той Умки? Это какая-то собака, она и кот. Поглядите, там, как это самый... Там пушок ходячий, ну, что там это может... Что он там может сделать? Ну, заразу можно разносить какую-нибудь. Не может. Ну, глисты. Я думаю, она продезинфицирована так, там, обколотовщими инъекциями, что там, ну, нет. Ну, а, ну, если она по столу ползает, то, наверное, такая нормальная. И у нас миски есть с одной, с Лукашенком. Ну, это же, человек привык, что с животными, с корыта, да. Это же у него в крови, понимаешь? Он же вырос в молодости. Он же вот с таких вот лет уже, да, питался в хлеве, в хлевах. Мы с весьма некомфортно с задним столом. Да, да, для него же это нормально, это норма жизни. У него, кажется, это еще есть, знаешь что, у него же не только собака есть. У него еще есть храк, храк тоже в семье. Храк, которого зовут... Храк, хрик. Храк, которого зовут хрук. Да, и что у него, гуси, лебеди. И это все у него в доме. Все в доме, все вместе кушают, да. Ручные крысы. Ручные крысы, ну, и ручные тараканы. И тараканы, да, ручные. Да, что там целый зоопарк у него, и рыбки, я думаю, там у него какие-то еще есть. Да, ну, вообще, какие можно предлагать Насте рыбки? Я понял, блин, молодец. Ну, вообще, думаю, ну, какие могут быть претензии к этому немолодому уже человеку? Вы же понимаете, ну, уже надо немножечко уже какую-то и скидку делать на годы. Может, он забыл еще эту умку оставить где-то там дома. Ну, это же, может, какая-то единственная уже у человека радость. Ну, а как ты собаку можешь оставить дома? Собака, что на хвостик, вспомни, к увезке. Куда хозяин, туда собака. Куда хозяин, туда собака. Как ты его закрышь, его у резиденции, и там, говорится, углы все пообгаживая, и скулить там будет. И никто работать не сможет. А так он хвостиком, чик-чик-чик-чик. Ну, как бы, и не мешает же, но, опять же, говорю, ну, этого у человека пожилого, может быть, одна уже отрада осталась. Одна радость отрада, кроме Насти Крыбок, и все. Больше же уже ничего не может же, в принципе, по-человечески, если вот так рассуждать. Занятие это любил Козлодоев, и дюжину в раз ублажал. Кумиром народным служил Козлодоев, и всякий его уважал. А ныне, а ныне попрятались суки в окошках отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает сортир. Треть четыре. Агрорадио! Агрорадио! Мы не портим борозну. Значит, Белоруссия, наша любимая, процветающая, пообещала Бразилии помочь создать свой народный трактор. Вот, замечательная новость. Это же вообще просто... А уж в чем, в чем, ну, белорусы, вот, знают толк в тракторах. Да, Андруша, вот у меня вопрос, мы всегда всем помогаем. А что нам бразильянцы эти дадут взамен? Да, что, какой вот, какой нам ответ, ответочка какая будет? Что у них там? Ну, есть вариант такой, один депутат наш белорусский, великий, предложил, говорит, мы им трактора, они получаются нам бразильских младенцев, мы им своих младенцев, и через 20 лет мы обратно меняемся. То есть мы им выращиваем хороших, крепких хозяйственников, а они нам футболистов. А не просто ли вот просто футболистов сразу брать, вот просто вот приглашать всей командой? Ну, да, можно и так делать. Так же скорей будет. Играют у нас. Ну, да, а они тогда останутся без хозяйственников. Или ты предлагаешь туда наших хозяйственников отправить всех футболистов? Я думаю, что да, потому что хозяйственников у нас, слава богу, хватает. Каждый знает, как руководить, а футболистов, вот, к сожалению, нет. Но, что еще? Вот, очень хорошо могут оттуда нам, значит, экспортировать этот самый... Кофе. Кофе. Обезьян. Обезьян, ну, у нас своих хватает. Не, они нам, смотри, они нам обезьян бразильских, да, мы им палки в руки, форму. И сразу вам он. Да, они же как бы, а мы своих красавцев туда отправим, и они по этим веткам с палками тоже, у них же как бы, они же ничем не лишаются интеллекта, в принципе. Да, и хоть бананов поедят, нормально. Ну, да. Скорее ребята расслабятся немножко, отпуск тоже нужен людям. Наш красавчик с обезьянкой. Сто пудово. И появятся красавобянки. Такие бразильские, да? Ганкасавы. И сразу вот этот карнавал, вот такой вот будет, там, рио-де-жанейровский, все эти перья, значит, вот, кличи, вот это все. Ну, да, это очень хорошая идея, вот, вот, надо побольше общаться с такими разными странами, чтобы понимать, на какую... Ну, главное, чтобы они по интеллекту общались с людьми одинаковым, потому что, ну, как? Я думаю, что там... Ну, у обезьяны и наших хозяйственников все как раз сходится. Все сходится по интеллекту, все. Ну, с палкой они не умеют обращаться одинаково, этот пацан. Хозяйничать умеют палкой. Хозяйничают там, да. Третья-четыре. Агрорадио. Агрорадио. Не подписался на нас? Да, Стамоновец, ух, ласт. Николай Чергенец открыл музей Николая Чергенца у Минской школи имени... Кого б ты думал? Правильно, Николая Чергенца. Да, это чудесная новость. Вот классно же, понимаешь? Вот это наш подход, по-человечески такой, наш. Я ведь, я знаю, как минимум... А ты еще на улице Николая Чергенца? Да, ну подожди, я думаю, я знаю еще как минимум одного человека, который делает подобным способом, образом поступает. Ну-ка, ну расскажи. Человек, называющий себя президентом, играет в команде президента в хоккей, в чемпионате по хоккею имени президента, на кубах президента, на президентской команде. И, естественно, он выигрывает всегда. Ну, смотри, тут я думаю, есть люди как бы покруче, чем этот самый, как его забыл, великий этот писатель, Чергенец. Есть люди в Беларуси покруче, например, тот же Кубраков, надо назвать город, город Кубраковка. Кубраковка. Головщиновичи, Гигинск, Голинский городок. Гигинск можно, великий Гигин, да, Гигинск. Ну, а Балаба, Балаба наш любимый, да, Балаба, он сам родом из Молодечна, поэтому я предлагаю жесточайше переименовать Молодечна у Балабечна. Балабечна. И что будет? Балабечна, Балабечна. А кто будет против чиновников, чтобы Молодечна у Балабечна переименовать? Чех у всех, как говорится, у Аутобус и у Носилова, что в Молодежинском районе. Да, дробности рассказывать мы не будем, что с вами там сделают. Но так что это самое, срочно подписывайте все бумаги, давайте на рассмотрение повыше. А Озаренком, значит, можно назвать, такой был велосипед Орленок. Вот у нас будет Озаренок. И вот с таким вот картинкой такой будет, да? Ну это, слушай, я думаю, ну да, может попробуем. Треть четыре. Аграрадио. Аграрадио. Вам попкорн, нам кэмбикорн. У Мозыры, в прекрасном городе Мозыр, вот на улице Тимофея Абрамова замечен вот таки вот гость. И люди там начали, ой, ай, як эта свиня ходя по городу, дорогие вы наши, вы не видели, что у загнивающей Европе происходит. Вот посмотрите, пожалуйста. Ужасно. Посмотрите, они с целыми этими табунами, выводками, выводками, целыми ходят, они себя там хозяинами чувствуют, понимаете? И ничего, главное, что не боятся. И в этой загнивающей Европе у этих животных, у этих зверей прав больше, чем у людей. А наш белорусский кабан молодец, потому что вышел один одиночный пикет, у нас не запрещен. А эти вот загнивающие в Европе, вон, бодяются целыми стадами. Еще не хватало, чтобы какие-нибудь флаги там они еще поднимали. А ведь начнут. Начнут, начнут. Они вот это, нет диктатуры, все, демократия это не работает. У них нет бренда просто никакого. Треть четыре. Агрорадио. Агрорадио. Привыкай к земле. У Пинске, у автобусов сейчас кондукторы ходят у военной формы, водители у военной формы советских времен. Это же классная идея, задумка. Запустили такой автобус Победы. Да, да, автобус Победы. И мы, значит, сейчас дозвонились, позвоним этому директору Пинского аутопарка. И, значит, спросим, как же вообще такая идея родилась и для чего вообще это делается. Итак, звоним. Владимир Владимирович, здравствуйте. Агрорадио тревожит. Извините, у меня такой рингтон, что надо. Что хотели, что хотели вы спросить. И я готов, чтобы человек четко доложит. Скажите. Наши бусы будут так ходить всегда, остальное в нашей жизни ерунда. А что у вас там? Контролеры, наши славные бойцы, их боятся пассажиры и зайцы. А водитель, приняв наркомовских сто грамм, пробивает смело в исполком шлагбаум. До свидания. Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. О, опять, блин, перезванивает. Алло. Если б я был султан, я бы имел трех жен. Если б я был фашист, был бы окружен. Все, до свидания, все, до свидания. Вырубай его вообще. Ну, теперь понятно, кому пришла в голову эта идея, кто организатор. Что ж, дорогие любимые, это было Агрорадио, и мы, Ювен Дожинкин и Андруша Рапс. Ставьте те самые, как они, лайки. Подписывайтесь, звоните у колокола и смотрите нас каждую среду на Белсад Лайв. Пока. Пока, пока.